У нас был следователь Бондарева, потом сменилась Бондарева на Нечипаренко. На данный момент следствие опять затягивается. За год и три месяца не были опрошены врачи, не была сделана судебно-медицинская экспертиза, на которой я настаивала. Так и не опрошены были свидетели по палате, которые лежали с Евгением. У нас теперь нету следователя Нечипаренко. Опять же таки переданы документы другому следователю, который сейчас будет так же изучать и так же будет затягивание. После того, как я обращаюсь только к Бастрекину, к Чайке, прокуратуру, Следственный комитет, Министерство здравоохранения, Департамент здравоохранения города Москвы, только тогда у нас что-то с полпинка получается. История болезни третьего тома вся рассыпана, половины листов нету, к старым новые прикреплены. К Сычевой горздрав, да, просила, чтобы моего мужа транспортировали, умоляла ее, с детьми приходила, просили. Звонок была врачу Масалова, все, на этом заканчивалось, мой муж нетранспортабельный. Обращалась я к Майоровой, обращалась я к депутату Синеговскому нашу, да. Там отписывались кто? Майорова, Сычева и Масалова. Вот и все. Подписи. Непонятно, вот Майорова и вот Майорова, кто расписывался за нее. Я обратилась к недавно Дьяченко, к лаве нашему, вот, просила о помощи, так как меня с мужем и с детьми, да, выселяют. Должны оплатить остаток суммы за ипотеку. Дьяченко, глава, пообещал помочь. Жена реаниматолога Бушманкина почему-то писала всякие глупости, что мой муж наркоман. Вот этот наркоман, да, 120 килограмм наркомана, 4 кредита, ипотеку он сам оттянул. Бизнес у него свой был. И когда задала я ей вопрос, что не ваш ли муж нанес рваную рану в затылочную моему мужу, почему-то комментарии все стали удаляться, все исчезли. Вот обрабатывали ему пролежними, то бишь какими-то тряпками заклеили всю коку. Это человек, который находится в малом сознании только в уход после комы. К моему мужу капали прокисшее питание. Это вовремя я приходила. Вот такие вот вши, 7 миллиметров вши, я две недели находила у своего мужа, что в голове, что на постели. Я хочу поднять своего мужа. Я хочу, чтобы виновные были наказаны. Поликлиника 4. После того, как невролог назначил, что приходил массажист, питание, никто, ничего нам ничем абсолютно не помогает. Питание. Выходит 40 тысяч специальное питание для таких больных. Поставили ему группу инвалидности и выделили для такого больного одну пиленку в день. Вот мы и ходим по кругу, и чем это закончится, никому неизвестно. Я этого, конечно, не забуду никогда, что мне помогли предприятия. Очень огромное большое спасибо новороссийцам, которые поверили нам, нашей семье, которые не собирали грязь в комментариях. Несмотря на это все, они нам помогли. Мы собрались за все время. 600 тысяч, которые нам помогли транспортировать моего мужа, которые помогли какие-то медикаменты, аппараты купить. Я очень вас благодарю. Спасибо вам огромное.